Мы продолжаем цикл сюжетов под условным названием «Из первых уст». Послушайте еще один рассказ жителя Мариуполя, вынужденного с семьей покинуть город и найти временное убежище в Твери. Короче, отпечаток остался вот здесь. Главное было спасти вот таких вот детей. Кормили детей. Мы сидели в подвале ровно месяц. 25 февраля я с семьей ушел в подвал. И мы кормили детей. Банкоматы, как сказать, зарплаты были. Я на заводе работал, ММК Ильича. Зарплаты были, но связи нет, инфраструктуры нет, ничего нет. Кормили детей. Хлеба месяц не видели. Ровно месяц. И получилось вот что интересно, отпечаток. До сих пор я это буду помнить, всю жизнь буду помнить. Пришла к нам с другого района семья, пришла семья к нам. Там маленький ребенок, 11 лет. И вы можете представить, он ночью умер. Просто у него сгорели легкие. Он бедный так стонал. Ну что, пришлось вырыть яму. И на детской площадке мы его похоронили. Конечно, скажу честно, сломали то же самое бюро ритуальных услуг. Мы взяли гробик и по-крестьянски похоронили. У меня уже потом сердце до такой степени сжалось, потому что у самого двое детей. Падки, 7-8 лет. Жене сказал, я больше не могу. Давай отсюда уходить. Мы продали в обережный район Мариуполя. Нашел я зону, как выходить. Встретили нас ополченцы в Чечне. Показали путь, дорожку. Мы почти там встретили ДНР и российские войска. Конечно, подкормили нас. Спасибо им. Спасибо и вам, конечно, большое, что мы все-таки живы. Я только молю Бога, что мы живы остались. По поручению председателя Следственного комитета России, следователи в регионах России продолжают сбор и фиксацию доказательств совершения преступлений против мира и безопасности человечества на территории Украины, Донецкой и Луганской народных республик. Тверские следователи уже провели ряд допросов жителей Мариуполя, которые обрели пристанище в одном из тверских санаториев. Правда, вот здесь, что по телевидению показывают, что ДНР спасает, что российские войска, вот этот ЗЭД спасают, они нас спасают, мирных жителей. И говорят, уходите, и вывозят. Нас лично вывезли машиной. Мою семью посадили машину, на блокпост вывезли. То бишь детей и жену вывезли.